Всем привет! В этом видео мы будем продолжать разговаривать о закаливании, а именно поговорим о разновидностях закаливания, какие они бывают и преимущества того или иного вида закаливания. Первым видом закаливания является аэротерапия, это закаливание воздухом. Данный вид закаливания включает в себя воздушные ванны и долгие прогулки на свежем воздухе. Свежий воздух закаляет организм путем охлаждения кожных рецепторов и нервных окончаний слизистой, и тем самым совершенствует терморегуляцию организма. Закаливание воздухом полезно для психоэмоционального состояния человека, повышает иммунитет, насыщает организм кислородом и тем самым способствует нормализации работы большинства органов и систем организма. Закаливание воздухом является самым простым и доступным методом закаливания. Необходимо большое время проводить на свежем воздухе, вне зависимости от погоды и времени года. Следующий вид закаливания это гелиотерапия, закаливание солнцем, воздействие на организм солнечным светом и теплом. Закаливание солнцем повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы организма, повышает сопротивление с организмом, улучшает кровообращение, улучшает работу мышечной системы, имеет тонизирующее воздействие почти на все функции организма. Закаливание солнцем может не только принести пользу, но и оказать очень большой вред. Поэтому к этому виду закаливания нужно относиться очень ответственно и соблюдать все правила закаливания солнцем. Ни в коем случае нельзя допускать ожогов, перегревов, тепловых ударов. Неправильно закаливание солнцем может привести к тяжелым заболеваниям. Также закаливание солнцем должно происходить постепенно и учитывать возраст, состояние здоровья человека, климатические условия и другие факторы. Следующий вид закаливания это хождение босиком. Этот вид закаливания полезен и детям, и взрослым. На стопах человека находится большое количество биологически активных точек, которые при хождении босиком стимулируют и помогают нормальной работе многих органов и систем организма. Хождение босиком повышает сопротивляемость организма от простудных заболеваний и повышает иммунитет. Этот вид закаливания является хорошей профилактикой очень многих заболеваний. Следующий вид закаливания это закаливание водой. Это очень полезная для организма человекопроцедура. При водном закаливании циркуляция крови в организме происходит интенсивнее, принося органам и системам организма дополнительный кислород и питательные вещества. Закаливание водой можно разделить на несколько видов. Это обтирание и обливание. В этом видео мы поговорили о разновидностях и видах закаливания. В свою очередь хотелось сказать, что закаливание это систематическое воздействие на организм. И на организм нужно воздействовать круглогодично. Это не только, как все думают, обливание просто водой. Это занятия также летом на свежем воздухе, также занятия летом на босиком на траве. То есть, эта процедура должна проходить круглый год. То есть, не то, что мы ждем зимы, а потом идем закаливаться, начинаем обливаться и воздействовать как-то температурой на себя. Действие должно происходить круглогодично. Смотрите следующее видео, мы будем разговаривать о плюсах и минусах скаливания. Подписывайтесь на канал. Всем пока!